Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей и говорю здравствуйте гостю нашей студии, представителю Кировской области в Общественной палате России, вице-президенту Увятской торгово-промышленной палаты Андрею Сенко. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день. Так, ну вопросов у нас много. И свои мы заготовили. И я напоминаю слушателям, что вопросы гостю можно задавать через форму анонса на нашем сайте. Этих вопросов мы ждём и обязательно их зададим, если в процессе эфира они поступят. Я хотела начать с вами разговор с кировских тем, но вот не получилось. Да, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил сегодня о том, что уходит в отставку. Я бы хотела услышать ваше мнение по этому поводу. Мы все знаем, да, что в Екатеринбурге выборы мэра были прямыми. Ройзмана избрало большинство жителей города с перевесом, по-моему, в 4% от ближайшего соперника. И вот сейчас в Екатеринбурге обсуждается вопрос об отмене прямых выборов мэра города. Евгений Ройзман занимает позицию негативную по этому вопросу. Предлагал провести народный референдум. Референдум не проходит. Собственно, вопрос решает Городская дума. Ройзман не согласен, видимо, предполагает, каким будет решение. Ну и вот говорит, что не хочет в этом участвовать, поэтому уходит в отставку. Это конец демократии в России, Андрей Леонидович. Мне так кажется. Ну как? Для меня Ройзман эта фигура такая вот, знаете, еще там из начала 2000-х, может быть, даже из конца 90-х. Ну, смотрите, Анна, там, говоря о конце демократии, вы, по сути дела, говорите о том, что конец эпохи оппозиционеров у власти. Ну почему сразу оппозиционеров? Ну а тогда почему конец демократии-то? У нас с вами в стране всенародные выборы президента. Да, а всенародных выборов мэра нет. Всенародные выборы Государственной думы. Всенародные выборы губернаторов. Какой конец демократии-то? Вот понимаете, какая интересная штука, об этом я тоже задумался, когда мы с вами сейчас начали разговаривать. Ройзман в данном случае фигура оппозиционная. Ну, оппозиционная это правда, да. Поэтому говоря о конце демократии, как с точки зрения там нахождения оппозиционеров у власти, ну тоже вопрос. На самом деле это просто громкий пример. Если мы пробежимся по губерниям, что называется, по регионам, по городам, то такие примеры, по крайней мере, у управленцев не от партии власти тоже есть. Но их мало. Ну, их мало, несомненно. Но вот смотрите, какая штука. То есть мы же с вами, когда говорим о всенародных выборах губернатора, тоже как-то с сомнением считаем это демократической процедурой. Ну, потому что, я не буду никого подставлять, я скажу так, ходят разговоры или эксперты говорят о том, что далеко не каждую кандидатуру одобрят в администрации президента. Ну, я просто предлагаю не подменять, что называется, понятие там, да, отставка Ройзмана и конец демократии в России, это, в общем, вещи, не находящиеся в прямой зависимости. Хорошо, если мы выбираем президента, то почему мы не можем выбирать мэров городов? Не знаю, почему можем. Как? Ну, просто, на мой взгляд, это... Опосредованно через депутатов? Нет, мы можем и напрямую. Ну, еще раз повторюсь, у нас есть прямые выборы губернаторов. Вместе с тем, в среде неразделяющей мнения большинства, да, или имеющие собственное мнение, результаты этих выборов тоже постоянно подвергаются сомнению. То есть по факту мы с вами имеем, что механизм, каким бы он ни был, прямые выборы, опосредованные выборы, не гарантируют демократической процедуры. Вот об этом нам говорят, когда ссылаются на то, что та или иная смена механизма, значит, приведет к концу демократии, что называется. Я считаю, что здесь в большей степени надо говорить не о механизме самом, каким бы он ни был, он должен полноценно использоваться. Мы с вами опять вернемся, собственно говоря, к тому, с чего они там некоторое время назад, о чем говорили, и в этой студии тоже многократно. О степени участия нас самих и о степени использования тех механизмов, которые у нас есть. Это вы сейчас о том, что большинство граждан не ходят на выборы? Мы видим мобилизацию на выборах федерального масштаба и то только президентских. Все остальное явка оставляет желать лучшего. Она как минимум меньше 50%, а мы знаем с вами, что по тем же муниципальным, вернее, по округам в городе, по городской думе. От 10 до 30%, я бы так сказала. Да, а по довыборам и того меньше. Поэтому говорить о том, хороший или нехороший механизм, надо только, когда мы используем его полноценно. Тогда можно сделать вывод, работает он или не работает. Потому что если мы с вами возьмем молоток и будем стучать по гвоздю не металлической частью, а деревянной, то, в общем, окажется, что бесполезное приспособление и не работает. А если перевернем и ударим со всей силы, то, в общем, окажется, что заработало. Поэтому мне в решении Ройзмана, я не так давно познакомился с этим решением утренним, мне не очень понятна мотивация. То есть я против этого решения, поэтому я ухожу в отставку. А ты символизируешь собой, собственно говоря, достоинство той системы, которую ты отставишь. Ты всенародно избранный мэр. Тебя избрали, тебе доверили. И ты не используешь до конца все возможные способы решения этого вопроса. Я не очень понимаю, о чем вы сейчас, а что он мог сделать в этой ситуации. Его полномочия с принятием завтра решения городской думы Екатеринбурга не заканчиваются. Это решение, внесение изменения в устав распространяются на следующую процедуру. Так какой смысл? В знак протеста... Но он же руководит городской думой Екатеринбурга. Он не хочет отвечать за решение городской думы Екатеринбурга, который, как он предполагает, как мне кажется, будет однозначно в сторону изменения устава. Мне вот эта мотивация непонятна. С одной стороны мы говорим о том, что нам нужен механизм прямой демократии по выборам мэра. С другой стороны мы говорим, что механизм прямой демократии при голосовании в городской думе неправильный. То есть вам кажется нелогичным поступок Екатеринбурга? Мне кажется нелогичным, потому что, еще раз говорю, он олицетворяет собой, собственно говоря, то, что пытается отстаивать, и сам от этого отказывается. Я считаю, что это нечестно по отношению к тем избирателям, которые за него проголосовали. И нечестно по отношению к самому себе, с точки зрения, ну, я не знаю всех аспектов, да, но, то есть уйти в отставку самый простой способ. Я против, поэтому вот как бы я так демонстративно поступаю. Идите вы все. Если какие-то действия будут дальше предприниматься им в этом направлении, тогда можно будет сделать вывод, что это, например, осознанное решение. А так пока мне это напоминает ситуацию, чтобы вам было плохо, я сделаю больно себе. На зло маме отморожу уши это называется. Да, вот я забыл эту формулировку замечательную, но вот как бы именно так, да. И что сейчас получается у тех людей, которые в него поверили? Ну, пока они поддерживают его решение, они говорят, что это мужской поступок. Не хочет голосовать человек. Не хочет отвечать за то решение, с которым не согласен. Ну, ходит. Мужской поступок, не хотеть отвечать за что-то, ну, это, в общем, как бы такая странная формулировка. Не за свои действия. Ну, не за свои, так он проголосует и против, и никто тебе вопросов не задаст. Это же голосование, у каждого своя позиция. Меня как раз всегда очень удивляет отсутствие позиции при голосовании, при том, что есть там за, против и сдержался. А мы в городдоме и в законсобрании иногда имеем историю, когда просто нет голоса. Что это? Ну, не определился человек. Поэтому вот такая вот у меня позиция в данном случае. Особое мнение Андрея Усенко, представитель Кировской области в Общественной палате России, вице-президент авиатской торгово-промышленной палаты. Здесь сделаем небольшую паузу и вернемся в студию. Мы продолжаем особое мнение. Андрей Усенко в нашей студии. Я напоминаю, переходим к кировским темам. Ну, не совсем, так скажем, кировским. Проект все-таки федеральный. Проект «Что не так?», который вы анонсировали в нашей студии. Секретарь Общественной палаты России Фадеев анонсировал в нашей студии. Приезжал. Громкое было достаточно открытие. Стояли буквы большие возле художественного музея. Вот. А с той поры тишина в эфире, Андрей Леонидович. Ну, собственно говоря, тут и не предполагалось постоянного информационного шума в эфире. Ну, что не так, мы, в общем, выяснили частично. Ну, я думаю, что большую часть того, что не так, мы и знали. Ну, частично мы это выяснили в рамках того проекта «Круглого стола», который был. Но мы тогда договорились, что этот формат, подобный формат встречи неравнодушных людей и тех, у кого есть что сказать и что предложить и что обсудить. И какую проблему заявить. В власти и какую проблему, собственно говоря, обозначить. Этот формат сохранится, и мы будем его на системной основе проводить у нас в регионе. Что, собственно говоря, мы сейчас и делаем. Я могу уже анонсировать. Давайте. Есть договоренность о том, что 28 июня в 14.00, ну, мы так недостаточно там заранее, за годи, что называется. За благовременно. Можно же и разговорно выражаться. Да, за благовременно мы планируем. 28 июня в 14.00. Сейчас мы определяемся по площадке в зависимости от ее занятости. Но это будет что-то в центре города, достаточно вместительное. И, в общем, мы пришли к выводу, поговорив с коллегами из Федеральной палаты и здесь в регионе, о том, что если мы будем делать это на регулярной основе, надо делать эти встречи тематическими. Не пытаться поговорить обо всем сразу. Потому что нет как бы просто там физической возможности там все это произнести за ограниченный период времени. Мы берем тему, мы приглашаем федеральных экспертов, в том числе из Общественной палаты России. Поэтому, опять же, сейчас могу там анонсировать. Вы с первой темой определились уже и кто выбирал? Да, мы определились и готовимся. Мы ее обсуждали в стенах Общественной палаты региона. Мы ее, собственно говоря, обсуждали с правительством, с блоком внутренней политики. И, честно говоря, ну, должен... Простите, а зачем? А с правительством зачем? Нет, речь идет о том, что это же диалог. Между обществом и властью? Да. Ну, то есть вы у них спрашивали, готовы они на эту тему говорить или нет? Да, конечно. А если бы они сказали нет? Ну, иначе, если мы предложим тему, в которой как бы нет... Спикера? ...спикера, там, готовности говорить, то это будет, там, не диалог, а монолог. Мы все-таки настроены на диалог, поэтому мы не спрашивали разрешения. Так, и что за тема? Мы обсуждали те тематики, которые можно взять. И я должен совершенно искренне сказать, что даже в некотором смысле, ну, вернее, прям там... Слегка удивлен и благодарен за то, что есть готовность обсуждать абсолютно, там, как бы, без... Какая тема, Дри Лениневич? Так. Значит, тема звучит следующим образом. 28 июня, клуб «Так-то-да», с названием мы тоже у него определились, изначально вот такой у нас был. Так, подождите, «Что не так» или «Так-то-да» все-таки? Значит, проект «Что не так» — это круглый стол Общественной палаты России, который проводится в регионах. Вот то, что прошло у нас уже. Да, дальше на его базе возникает региональный клуб, и такие клубы практически во всех регионах состоялись уже, где, ну, вернее, организованы, там, где был проект «Что не так». Восемь, по-моему, таких регионов, да, в России? Восемь было до нас, и сейчас уже еще, по-моему, три провели. И возникает уже региональный клуб со своим собственным наименованием. У нас он будет называться «Так-то-да». Спасибо Борису Павловичу. А тема 28 июня звучит следующим образом. «Что будем делать с мусором?» Ага. Это вы на фоне мусорной реформы решили обсуждать? В совокупности. И это вам город не понравился, как его прибрали к 9 мая? Нет, мы, конечно, говорим о системной, как бы, ситуации и о предстоящем введении там схемы. То есть больше это все-таки касается вывоза отходов? Да, мы говорим о твердых коммунальных отходах ТКО, то есть это не касается там приборки улиц. Мы говорим о мусоре, который мы генерируем. И что с ним будет? И именно эту тему мы будем обсуждать с точки зрения того, какие изменения в этой сфере грядут с 2019 года. О них частично уже говорится, но мы предполагаем, что основной объем, собственно говоря, там... Вопросов? Вопросов, обсуждений, он придется на осень. Мы хотим это предвосхитить и уже как бы не доводить ситуацию до, в общем, неразъясненного обсуждения. Мы хотим предложить органам власти, во-первых, в открытую, собственно говоря, рассказать, продемонстрировать, какие изменения планируются, что будет в этой сфере меняться, каким образом там формируется схема расположения там этих объектов, какие действия предпринимаются, и особое внимание обратить на, естественно, учет мнения и вообще диалог с обществом при принятии тех или иных решений. Андрей Леонидович, это вам на региональную службу по тарифам надо немножко надавить. Они к 1 июля обещали озвучить примерные цифры тарифа на вывоз мусора, так вот, чтобы к 28 июня он уже был, чтобы вы и про деньги тоже могли поговорить. Мы поговорим про деньги с точки зрения, в первую очередь, с точки зрения не абсолютного тарифа, а с точки зрения ценообразования. Нас в первую очередь сейчас будет интересовать, и почему мы делаем это даже там заранее, до объявления еще как бы итогового тарифа, нас в первую очередь интересует, что туда входит. Ведь для нас с вами важна не цифра четкая, которую мы платим, а за что мы ее платим. Мы должны понимать, за что мы платим, и тогда нам будет понятнее, принимаем мы эту цифру или нет. Точно так же, когда мы приходим в магазин, мы видим товар и видим цену, и мы сопоставляем для себя, готовы мы эту цену заплатить за этот товар, стоит он того или нет. И это решение мы принимаем. Так вот, наша задача разобраться не просто с ценой и не сказать, что с 1 января мы будем платить столько-то, а что будет, собственно говоря, в эту цену входить, за что мы начнем с 1 января платить. Вот эта задача стоит, поэтому сложности там с... То есть это такая больше разъяснительная будет встреча? Это встреча разобраться. Разобраться всем. Хорошо, вот вы разберетесь, а дальше-то ничего же не изменится. Ну, то есть решение-то принято уже, оператор выбран. Мы же не можем сказать, что не будут люди платить вот за это, например, за амортизацию оборудования оператора или еще за что-то. Ну, смотрите. Ну, вот все-таки характер этой встречи, это подготовка жителей к тому, что будет происходить, и объяснение им, за что они будут платить повышенные деньги. Я бы не... Вот вы когда так говорите, вы формулируете, наверное, с точки зрения органов власти, да, там, проинформировать, подготовить. Ну, и, условно говоря, там... Я просто, Андрей Леонидович, не страдаю от этого, потому что после того, как вводится это все, у нас вот здесь телефон не замолкает, от возмущенных звонков мы не можем отбиться. Так мы должны с вами, вернее, мы предполагаем провести это мероприятие для того, чтобы все вместе разобраться, что же все-таки будет происходить, на что можно повлиять, что уже принято, и, собственно говоря, что нам это принесет. Потому что пока речь идет в информпространстве о чем? С 1 января мы будем в разы больше платить за вывоз мусора. Вот и все. Больше в информпространстве ничего не присутствует. Мы не понимаем, за что именно мы будем платить. Когда говорят о том, что там тариф вырастет в несколько раз, надо понимать, что сейчас его вообще не существует. Ну, вот если так же детально разбираться. У вас мусора, да, в обслуживании, да. У управляющих компаний, не у граждан. Мы должны понимать, что если мы этого не будем делать, то через некоторое время... У нас будет Волоколамск. Или хуже, или мы просто зарастем в грязи. Мы можем ведь там отказаться от всего. Вот включим механизмы прямой демократии, откажемся от этих решений, и куда будем выбрасывать мусор. Понятно, что каждый не хочет, чтобы рядом с ним это происходило. Но при этом всем вместе нам необходимо решить этот вопрос. Вот с целью диалога о том, что предполагается, какие изменения, какие решения, и понимания того, что в первую очередь вызывает беспокойство, обоснованное или не обоснованное, мы будем об этом разговаривать и будем, собственно говоря, объяснять. 28 июня, площадка в центре города в 14.00. А кто будет от правительства? Алла Викторовна Албегова? Или пока нет кандидатуры? Не определили вам? Ну, вообще формат клуба предусматривает участие губернатора. А, вот оно как. Понятно. То есть у нас, собственно говоря, там сам формат этого мероприятия и его предыстория, и что не так, она несет как раз вот эту составляющую, да. То есть это участие губернатора, и мы, собственно говоря, на это ориентируемся. Андрей Юсенко, представитель Кировской области в Общественной палате России, о проекте Общественной палаты России «Что не так?» в клубе «Так-то да», который будет работать в Кирове. И первое заседание пройдет 28 июня. И еще одна тема, которую я хотела с вами обсудить, как с общественником. Общественная палата России, насколько я знаю, утверждает составы общественных наблюдательных комиссий, которые надирают, я бы так сказать, контролируют соблюдение прав заключенных в местах их принудительного содержания. Вторую неделю мы уже эту тему обсуждаем, да. Наша Кировская ОНК внезапно оказалась богата сразу двумя сайтами в интернете. Один официальный, утвержденный на заседании комиссии, второй неофициальный, который, ну, по нашей информации и потому, что можно понять из написанного, ведет председатель комиссии Михаил Кузьминых. И вот все бы ничего, Андрей Леонидович, понимаете, там... Я бы даже сказала, вот просто мое сердце филолога радуется, конечно, когда эти тексты вижу, потому что они настолько витиеватые. Но когда я вижу, как человек пишет про своих коллег по комиссии, мне кажется, что вообще-то это немножко неправильно. Мы вот здесь вчера очередной текст открыли, да, посвящен он был мероприятиям, которые в годовщине Победы были приурочены в местах принудительного содержания. Вот, ну, как бы тема тоже такая, знаете, не для ерничания. И там прямым текстом написано. Председатель УНК весьма удовлетворен тем, что ряженным в обличии правозащитников, клоуном из числа УНК не пришла в голову мысль заявиться в эти дни к осужденным. Они могли бы сильно попортить праздник. Цена их известна каждому. Какие эмоции может испытывать осужденный, глядя в чувствительный для него момент на некую непотребную харю? Это он пишет о своих коллегах по комиссии, которые занимаются общественным контролем. Андрея Лениновича. Да, я ознакомился с этими текстами. Слушайте, ну это же безобразие. Это безобразие. Неужели невозможно повлиять? А самое интересное... Подождите. Нет, я понимаю. Влиять на общественников, наверное, не самая такая благородная задача, да? Но вообще-то ссылка на этот сайт ведет с официального сайта УФСИН. Вот смотрите. Значит, я, не будучи филологом, но искренне разделяю ваше восхищение слогом написанного. Ежели исключить владение словом, там, нельзя не отметить, да? Пусть блок свой ведет. Да, но если говорить о содержании, у меня здесь есть позиция, есть вопрос. Позиция моя состоит в том, что руководитель избранной общественной структуры должен отдавать себе отчет в том, что он несет ответственность за транслированное в информационное пространство слово или статью. При этом должен всегда... Вы о моральной сейчас ответственности или о юридической? Ну, юридической это там предмет... Потому что юристы смотрели и сказали, что не придерешься, не подсудно. По юридической оценке не дам, по моральной и по, ну, не знаю, по такой, по внутренней, да, как бы, ответственности. Будучи избранным руководителем общественной структуры, ты должен отдавать себе отчет в том, что ты, скажем так, свое личное мнение и свою личную позицию не то чтобы не имеешь права транслировать, но ты должен понимать, что ты выражаешь коллективное мнение доверивших тебе, собственно говоря, там, руководству собой людей. Во-первых. Во-вторых, априори с уважением должен относиться не только к тем, кто за тебя проголосовал, но ко всем, кто входит в твою организацию и ко всем, кто вообще занимается там общественной деятельностью. Я считаю, что вообще уважение это качество, которое там не бывает частичным. Нельзя с уважением относиться там к части людей и с неуважением к другой части. Это как честь, она у тебя либо есть, там, внутреннее уважение, либо его нет. Ты можешь там быть несогласным с людьми, ты можешь с ними там спорить или конфликтовать, но уважение к ним у тебя должно быть. Особенно к людям, которые, там, собственно говоря, тебя внутри избрали. Я считаю, что моя позиция, подобные формулировки и подобное изложение собственных мыслей на должности руководителя общественной структуры недопустимо. Ни по отношению к членам этой структуры, ни по отношению к кому бы то ни было. Если хочешь подобным образом формулировать, в статусе частного лица сложи в полномочия. Вот если Ройзман ушел в отставку для того, чтобы сказать все, что он думает по поводу депутатов, которыми он руководил. Городской думой Екатеринбург. Городской думой Екатеринбург. В общем, могу об этом судить, будучи дважды секретарем общественной палаты региона. Да, у меня тоже были люди, с которыми я был не согласен, и с которыми конфликтовал. Что-то я не припомню, чтобы вы их клоуны называли. Я не мог себе допустить этого, я мягкую еще формулировку использовали. А теперь у меня вопрос. Кому? Сейчас озвучу, и нам будет понятно. Вот мы с вами обсуждаем это. В соцсетях обсуждается это. Вы сказали, что в студии это обсуждают. Медиазона написала. Написали популярные на российском уровне блогеры. У меня вопрос о члены ОНК. В чей адрес все это звучит? Так. Какова, где их реакция, где их позиция? Еще раз напомню. Давайте, ну просто, чтобы было понятно. Значит, эта должность, которую занимает Михаил Кузьминых, она неназначаемая. Она избираемая. Его избрали в свое время с перевесом в один голос. Да, сами члены ОНК. Значит, в данном тексте неуважение распространяется на весь состав ОНК. Нет, нет. На конкретных правозащитников в кавычках. Там не персонализировано. И каждый это может принять в свой адрес. Если кто-то считает, что на него это не бросает тень, я считаю, что подобные формулировки бросают тень на ОНК в целом. И на каждого из членов этой комиссии. И здесь как раз вот тот самый механизм прямой демократии, о котором мы с вами там, о достоинствах которого мы дискутировали вначале. Где внеочередное собрание ОНК, и где реакция, позиция, заявление, где официальная позиция относительно ссылки на сайт, где эти действия. Еще раз повторюсь, ОНК самоорганизуемая структура внутри. Общественная палата России, до комиссии по взаимодействию с ОНК, которой я довел эту информацию, они ознакомились. Что они сказали? Ну, вы знаете, честно говоря, надо понимать, что в масштабах всей страны происходит много такого, на фоне чего это выглядит, в общем, ну, конечно, там не детской шалостью, но не самым вопиющим фактором или ситуацией. Они там много что насмотрелись. Начиная от уголовных ситуаций, заканчивая коррупциогенными и всеми остальными. ОНК вообще, как бы, структура очень сложная с точки зрения вот этого, там, формирования, форматирования, работы и сочетания интересов внутренней ее. Собственно говоря, мне в комиссии сказали о том, что, ну, воздействие прямого... То есть нет возможности позвонить из Москвы и сказать, чувак, поумерь пыл. Ну, вот, понимаете, какая штука здесь возникает? Сегодня, вот, мы, вот, очень важный момент, да, мы с вами, с одной стороны, когда речь идет о неком, там, вертикальном воздействии, говорим, что это плохо. Мы очень против. С другой стороны, когда надо, мы сами пытаемся к нему прибегнуть, да, то есть вот у нас ситуация региональная, абсолютно региональная ситуация, которую надо решать здесь. Мы пытаемся найти механизм воздействия на нее извне, желательно из Москвы, как обычно. Мне было сказано, мы, вернее, закончу мысль, да, надо понимать, что если мы включим такие механизмы, то сегодня позвонят ему и скажут, что не так, а завтра позвонят другому, который, как бы, там, занимает... По другому поводу. По другому поводу, по поводу его мнения, позиции. Это правильно ли это? Я считаю, что нет. Андрей Леонидович, должны сделать перерыв на рекламу и вернемся через две минуты. Особое мнение на 101FM Андрей Юсенко, представитель Кировской области в Общественной палате России. В нашей студии мы продолжаем особое мнение. Я так думаю, тему УНК, ну вот, еще в перерыве немножко обсуждали, да. То есть единственным вариантом, который вы видите, это собрание Общественной наблюдательной комиссии. Все-таки там, я не знаю, разбор того, что происходит и какое-то решение. Я вижу это не единственным, конечно, вариантом. Вариантов, может быть, там, множество. Давление из Москвы мы отвергаем, как не самое правильное. Я считаю принципиально неправильным это. Потому что, еще раз говорю, включив этот механизм однажды, мы ведь, ну, собственно говоря... Откроем ящик Пандоры. Мы сами противоречим тому, что мы декларируем. Поэтому я считаю не единственным вариантом, я считаю его самым правильным. Мне кажется, что, собственно говоря, позиция УНК в целом по этому поводу, тем более, если говорится о том, что было официальное решение по ссылке на сайт, ну, надо просто там собираться и свою позицию по этому поводу озвучивать. Еще раз говорю, в данном случае, мне кажется, что дальнейшая эскалация вот этого внешнего обсуждения без внутренней позиции приведет к дискредитации УНК в целом. И надо отдавать себе в этом отчет. Хорошо. Переходим к следующей теме. Цены на бензин? Цены на бензин, Андрей Леонидович. Вы водитель, я знаю. Вчера была прекрасная вечером новость от Центробанка. Центробанк прокомментировал активный рост в последний месяц, я бы сказала, взрывной, можно сказать, рост цен на бензин в разных регионах России. Они сказали, это связано с внешней ситуацией цен на нефть. И вообще, обратите внимание, когда цены на нефть падали, бензин не рос так сильно, они сказали. И чем привели, в общем-то, в ступор людей, которые не очень, может быть, разбираются в макроэкономике. И мнение было едино. Вообще, если цены мировые падают, так, по идее, бензин должен дешеветь, а не то, чтобы там не очень дорожать. Ну, вы знаете, Анна, у меня по этому поводу только там короткая реплика-анекдот. Достали? В России любой повод может быть основанием для повышения цен на бензин. Мы, собственно говоря, никогда не сталкивались со снижением стоимости. И это, в общем, для нас как бы совершенно неизвестное событие. Но рост стоимости, имеющий место, там, постоянный, объясняется любыми происходящими событиями, вне зависимости от их той или иной, там, логической связанности. В нынешней ситуации мы имеем дело с таким скачкообразным ростом. Говорят, что это объясняется выборами президента, до которых было запрещено поднимать цены. Точнее так, не рекомендовано. Ну, опять же, там, конспирологические теории и все остальное. Я, например, помню, вот специально обращал внимание каждую весну на рост цен на дизель. Вот не на весь бензин, а на дизель. Ну, это связано со стартом сезона. Да, на моей памяти, как бы, это происходило, там, последние лет пять. Дизель весной вырастала, да, на два, на три рубля. Значит, и, в общем, как бы, видимо, учитывая небольшое количество владельцев дизельных автомобилей, это проходило мимо. Я, честно говоря, тоже к макроэкономистам себя там не отношу. Прямой зависимости между ценами на... В мировом рынке. Внутреннем, да, и внешнем рынке. Я ее, как бы, вижу, но не понимаю, да. Потому что, несомненно, там, экономическая целесообразность должна иметь место. Но, в том числе, принимая во внимание режим, там, экономический, в котором мы сейчас существуем во внешней среде, я имею в виду, там, санкционный режим, там, в том или ином формате. Я считаю, что для нас, например, снижение внутренних издержек и переложение их на внешних потребителей, это, в том числе, экономический механизм, ну, такое противостояние тому, что происходит. Да, вот, там, не контрсанкции, а если мы, например, внутри страны снизим стоимость, там, энергоносителей того или иного рода, за счет чего наша продукция станет более конкурентоспособна, и на внешних экспортных рынках сможет, там, более выгодно быть представлено, а правительство, там, России отдает, там, большой приоритет развитию экспорта. Это, в том числе, может быть, ответом на то, что с нами происходит. Повышайте цены на внешнем рынке, за счет чего снижайте на внутреннем. Макроэкономисты нам и здесь скажут, что наши производители пойдут по пути увеличения издержек, собственно говоря, там, и все это не интегрируют, но я думаю, что здесь надо, там, искать баланс. Баланс между интересами граждан страны и, собственно говоря, там, экономической политикой. И уж если так, там, совсем утрировать, грубо говоря, то, в общем, как это, помните, у нас прошел уже период этих, когда мы, там, все возмущались по поводу отсутствия пармезана, да. Но, грубо говоря, там, я думаю, что многим жителям нашей страны было бы, в общем, приятно понять, что пармезана лишились, зато бензин подешевел. В два раза. Прогноз ваш хотел бы услышать по поводу акции «Месяц без бензина», анонсированных вчера в паблике «Злой кировчанин». Несколько тысяч человек проголосовало в опросе, откажусь, там, не откажусь, да, вот, поддержу, не поддержу. Поддержать готовы, вот, реально, тысячи людей, тысячи кировчан, но... Перестать покупать бензин. Да, скептики говорят, что тех, кто на месяц откажется от покупки бензина, на самом деле будет немного, может быть, десятки. Ваш прогноз? Ну, мой прогноз, в общем, как бы, примерно такой же. Вы согласны со скептиками? Да, я согласен, видимо, придется в них себя записать, потому что я часто с этим сталкивался. Активность в интернете с активностью в решениях и в реальной жизни имеет очень мало общего. Андрей Юсенко, представитель Кировской области в Общественной палате России, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты в нашей студии. У нас три минуты остается. Вот, очень коротко. Хотела бы я все-таки ваш прогноз на наши авиаперевозки услышать. В очередной раз саратовские авиалинии, их перелеты из Кирова на юг и в другие регионы страны под вопросом. 27 мая Росавиация будет принимать окончательно, как я понимаю, решение по саратовским авиалиниям, запрещать им работать на российском рынке или нет. Ну, говорят, что, может быть, не запретят. Но под вопросом вообще перелета из Кирова, под большим вопросом. Нам полтора года обещают найти достойных переводчиков на авиарынке. Ну, вот пока что-то мы особо не видим никого. Ну, переводчиков-то на авиарынке осталось вообще не так много. Уж с точки зрения лоукостеров-то их-то там один или два, если в прямую об этом говорить. Ну, вообще, конечно, ситуация... Да уже бог с ним, даже не лоукостеры, даже компании с какими-то более-менее адекватными ценами. Потому что, ну, правда. Ну, в этом смысле ситуация, конечно, удручающая достаточно. Если говорить о регулярности рейсов, то, в принципе, там более-менее устраивающий график сейчас выстроился. То есть, опять же, в Москву можно слетать там одним днем, хотя слишком рано и слишком поздно. И слишком дорого. А вот вопрос стоимости перелетов, это, конечно, серьезная ситуация. Потому что достаточно часто, бывая в Москве, общаясь с коллегами, сопоставляя, в общем, как бы стоимость там перелета из Перми в Москву. А из Перми Победа летает, по-моему, да? Ну, я сейчас как бы точно не скажу. Но, в общем, когда ты произносишь цифры там порядка 15 тысяч туда-обратно, а у коллег это там 5-6 тысяч. То есть, разница там от двух до трех раз в стоимости перелета на сопоставленные расстояния. Конечно, это резко сдерживает и мобильность наших граждан различную. И трудовую, и рекреационную, туристическую, и все виды, да? И деловую в том числе. Потому что, конечно, там... То есть, на инвесторах, которые могут прийти в наш регион, это тоже сказывается. Ну, видите, здесь у меня вот есть... Прямой зависимости нет. Нет, почему? Есть. Иногда разговариваешь с людьми, которые, ну, как бы, там, рассматривают какие-то вопросы бизнеса. Ну, например, они там в силу своей занятости не готовы жить в Кирове, да? Но при этом понимают, что им там 2-3 дня, 2-3 раза в неделю, например, придется там в Киров летать. Делать это на поезде невозможно уже просто потому, что это вся неделя на это уйдет, там, с вечера вечера всего. А самолетом это превращается, ну, в общем, достаточно серьезные... В 200 тысяч в месяц. Как бы там, да, то есть, которые... Поэтому, конечно, это удручающая ситуация, которая требует решения и требует, ну, таких направленных действий. Потому что конкуренция между регионами сейчас и в целом по всем, как бы, вопросам очень высока. И это стимулируется федеральным центром. А уж конкуренция за нормальных перевозчиков, авиаперевозчиков, она еще выше. Напомню, что там при руководителе Победы говорил о том, что у них там не шорт-лист, а лонг-лист регионов, которые там... Стоят в очередь. За ними, да. Андрей Юсенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, представитель Кировской области в Общественной палате России, был у нас в особом мнении. На этом мы с вами прощаемся. Время наше истекло. До свидания. Особое мнение на 101FM